Я спросила у Максима, кем ты работаешь? Он говорит, я учитель физики, представляете? То есть для меня это был учитель физики и математики, это такой строгий человек, который любит цифры, любит что-то такое строгое, логичное, да? А я художник, я думала, господи, как я буду жить в Однесенке? И он всегда говорил, что мы будем жить в частном доме своем. И в тот момент мы решили все-таки продать квартиру и переехать в Соснововой. Моя семья, любимый дом, друзья, и колыбель родного человека. Мама, педагог музыки. Ира в музыкальную школу не заканчивала, она старше, наверное, на 10 лет. И вот эта музыка была у нас с самого детства. То есть она начала писать песни в 10 лет, и все, как говорится, началась моя творческая жизнь вместе с ним. С русаном голосом капели, Звенит ребячий смех чудесный, И младших виду колыбели, Титя лаская тиха песни. Друг друга храните во все времена, Живите в воду и гармонии, И пусть будет жизнь ваша освящена любовью, Пенгра и геронии. Кто встает, поет в свое сердце, На вверх гордона не объявляет, Пенгра и героний, Не отчего бы не хранится, Поверьте, что небо с тобой обнимается. И кто-то очень близкий, И ведь его и господи, Как здорово, что все мы здесь Всего дня собрали. Иногда в Сосновомске говорят, Поехал в Сосняк, Поехал в Сосняка, Туда-сюда, значит, все. Но почему такое пренебрежение к нашему городу? Вот я не понимаю, меня коробит от этого. Вот я написал такое стихотворение, Я работал на заводе автоприцепов На Сосновомске. Я не люблю, когда мой город называют Сосняком. Он многим дал приют и подарил успех, Кто с нашим добрым городом знаком, Тот не торопится уехать. Здесь крупный автопромовский завод, Что план давал по выпуску прицепов. И жил здесь работящий, Здесь и радостный народ. Строители и музыканты и поэты.